В начале выпуска теракт в Ницце, по последним данным, погибли 84 человека, более сотни получили ранения, 20 из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с нападением, председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования своему французскому коллеге Франсуа Аланду. Китайский лидер заявил, что КНР выступает против всех видов терроризма и намерен сотрудничать с Францией в деле защиты мира, по данным консульства Китая в Марселе, среди пострадавших двое граждан КНР. Далее подробнее. Национальный праздник Франции, день взятия Бастилии, обернулся трагедией. Туристическая Ницца подверглась террористической атаке. Не менее 84 человек погибли, более сотни получили ранения. Поздно вечером люди собрались на набережной, чтобы посмотреть фейерверк. Водитель на грузовике атаковал толпу людей. Машина долго не останавливалась и давила собравшихся на протяжении почти двух километров набережной. После того, как террорист произвел несколько выстрелов в толпу, полиция застрелила его. В машине обнаружили крупнокалиберное оружие, гранат, принадлежащее выходцу из Туниса. На теракт, судя по всему, он отправился с вооруженным сообщником, который сейчас скрывается. Прокуратура начала расследование по делу. Премьер госсовета КНР Ликосян выразил соболезнования жертвам трагедии и их семьям и осудил терроризм во всех его формах. Заявление прозвучало в Улан-Баторе, где проходит 11-й саммит Азия-Европа. Заседание началось с минуты молчания. Консульство Китая в Марселе подтвердило, что в результате нападения ранения получили двое китайских граждан. Сразу после нападения китайское консульство инициировало механизм экстренного реагирования с целью в случае необходимости эвакуировать китайских граждан в безопасные места. В два часа ночи подтвердилась информация о том, что были ранены двое китайских туристов. Один тяжело, другой получил легкие травмы. Мы посетим раненых и окажем всю необходимую помощь. Мы будем следить за развитием событий. В случае необходимости китайские граждане могут обращаться в консульство. Президент Франции Франсуо Алан в специальном телеобращении в ночь на пятницу выразил соболезнования семьям погибших. Он распорядился продлить чрезвычайное положение в стране на три месяца. Президент США Барак Обама выразил готовность оказать Франции любую необходимую помощь в расследовании ужасного теракта. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Твиттер, канадцы шокированы нападением в Ницце. Мы выражаем сочувствие пострадавшим и солидарность с французским народом.